Как объяснить В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Товарищ капитан, инструкционная команда прибыла Самолет доставили Фото-пулемет в порядке? Да, все на месте, в число Пойдем Фидоренко, ну чего там? Да чего-чего? Отлетался Ты чего рвешь? Володьев, жалко Ты дурака-то не валяй Колхозник летать должен Ага, тут столько запчастей на новое хватит Семь заплаток, восемь дыр Ну вот и скажи им, чего тебе там надо Так, ребят, давай берем ящик Да заткнись ты, а Без тебя тошно Больше как баба деревенская Я не баба Ребят, пойдем Поможете мне? Я женщина Ну чего ты, не плачь Не плачь, не плачь Пойдем, пойдем Ну все пойдется Аккуратней По словам пленного, здесь и здесь Все элитные эскадрильи заменены новичками Что лишено всякого смысла Это же самые ответственные участки фронта Что бы это немцам отдавать их новичкам? У них идет перегруппировка Наиболее опытных летчиков переводят на новый участок Почему он не знает? Куда? Не знает Ох, чуя, он на нос водит Думаю, он говорил правду Ааа, слишком мало деталей Дезинформация должна быть подробной и убедительной Паш, что там происходит? Все, масло, закончили Вылезай Так, ну и что тут у вас? Учимся, товарищ подполковник Десять кругов парня гоняла Кто разрешил бензин жечь? Вы, товарищ подполковник Я? Сами же переживали за желторотиков А, это тот, который колеса сошил? Он Понятно Вольно Разойдись Лидия Письмо родным написали? Мне как это, товарищ подполковник Да и о чем я им буду писать? Все, что знали про Володю, то и пишите От сердца, как говорится И прямо в моей кабине пролетает Я смотрю наверх А вон Екилью Дярова Лидия Да я ж пошутил Да шутишь ты Товарищ подполковник, машина за пленным немцем пришла Выводить Угу Товарищ старший лейтенант, мы за пленным Забирайте Пошел Поварищ парля Стих Ст возьми Программа Товарищ парля К summar Шули Корля Стих Вер Шули Вер Этот Чех Стих Шу 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 Лида. Лида, на меня смотри. Ни за что людей потеряли. Тела в ледник пока. Есть. До приезда следователя. Командиров эскадрильи через час ко мне. Завтра вылет на поддержку штурмовиков. Борь, ну ты даешь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Вы меня не знаете, я не знаю вас. Зато я очень хорошо знала вашего сына, Володю Титова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Физкульт, привет. Бегаешь? Это хорошо. Пару кругов – это полезно. Да, пара кругов по пять километров. Это очень полезно. Ничего себе. Слышал? Ты че? Ты че такой хмурый? В рецепт идем. Ну? Сандер, не польешь? От винта. Спасибо. Десять от винта. Оп. Алло, бордо. Ну? Воздух! Я на вас сегодня точно собью. Если что, в лобовую пойду. Немец просто отвернет. Отвернет, сказал. Немцы не дураки. И не трусы. Это опытные летчики. Вот мой однажды не отвернул. О, понял. Девчонки. Девчонки. Почта прилетела. Ой, ну, наконец. Слушай, а? Здрасте, а вдруг посмотри, пришло, а? Нет, если что-нибудь будет. Тебя ждать? Нет, беги. Я догоню. Похоронку давай. Держи. Ну, в общем, долгий раз. Мы спешим? Мы не спешим. Здравствуйте, товарищ. Маслов. Я. У меня к вам предложение. Ого. Пойдете ко мне ведомым? Это не приказ, можете отказаться. Пойду. Ой. Хорошо. Поздравляю. Поздравляю. Значит так, у нас кто-то в любимчике попал. Гляди, Боря, за ревную. Вот, Андрей, мне скажи, почему одним все, а другим ничего, а? Вот скажи мне, почему одним все, а другим ничего. Лень, ну что ты с утра как-то заведенная, тра-та-та, тра-та-та без остановки? Ну конечно, ты у нас теперь любимчик. Тебе все, можно. Вот что прилетело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай быстрее! Нет. Тебе. Командиру полка лично в руки. Комсор! Да подожди ты! Что, опять пусто? Вы что, вы следите за мной? Ну, конечно. Личное счастье каждого бойца, моя забота. Я знаю, какая у вас забота. Ну, зачем ты там? Мы с тобой, Комсор, должны идти рука об руку. Ты думаешь, твой Дима зря время теряет? Ты нашел себе кого-то рядом? И счастлив. А ты, как дура, верность ему хранишь. Павел Алексеевич, вы сейчас в какую сторону идете? В штаб. В штаб. Вот вы идите в штаб, а я в другую сторону пойду, хорошо? Павел Алексеевич. Черт! Ларис, ты только посмотри за мной, а то я плаваю-то никак. Женька, мы с девчонками купаться собрались. Да давай, мобилизуйся. Ты чего там валяешься? Так. Что случилось? Женька, что случилось? Давай рассказывай. Не трогай меня, пожалуйста. Ну, все же хорошо вроде. Что-то рыдаешь, грубенько. Ну, хорошая моя. Перестань. Все так хорошо. Что даже сил никаких нет. Идете по руслу реки. Вот здесь переправа у деревни Суховка. От переправы ложитесь на курс сто семьдесят. Доходите до водонапорной башни. Вот она. Тут ложитесь на сорок градусов. Записывай. Доходите до озера, над озером встреча со штурмовиками. Затем этим же курсом идете до разрушенной церкви вместе с горбатыми. От нее на тридцать градусов и с набором высоты выходите на станцию. Через десять минут. Записывай. По маршруту вопросы есть? По маршруту все ясно. Наше дело, как всегда, прикрывать горбатых. За каждый сбитый штурмовик головой отвечаете. Первое звено – ближнее прикрытие. Литовченко, Маслов, Сараев, Крогес… Крбес… Язык сломаешь. Никак запомнить не могу. Сандыр. Да. От горбатых не на шаг. Они идут. На полутора тысячах вы над ними. В двухстах метрах. Как приклеенные. Второе звено – группа атаки. Бес, Терентьев, Дементьева, Шугаев. От первого звена в трех тысячах метрах. С третьих худых на провокации не реагировать. В бой не вступать. Задача – обеспечить штурмовикам удар по станции и бронепоезду. Вопросы есть? Никак нет. Никак нет. И еще. Новички летят. Так что за ними приглядывайте. Все, свободно. Есть. У щитков посадочных с кромкой крыла зазор образовался. Вот такой. Пять километров скорости скидал, не меньше. Я убрал. Главное, тонеры радиаторы. Задирая не сильно. Спасибо большое. Ага. Жень, разрывные снаряды вешаем. Сегодня нет. Я, наверное, всю жизнь этим маслом пахнуть буду. Ничего, Лариса, после войны отмоюсь. В двух градусов выходим на цель. Звено прикрытия. Я ведомый Маслов, Сарафь ведомый Сандер. Звено атаки. Без ведомый Терентьев, Дементьев и ведомый Шугаев. До прихода к цели полное радиомолчание. Действовать строго в группе. В бой не вступать. И помните, наша цель не мейсеры, а прикрытие горбатых. Всем понятно? Так точно. Так точно. У меня все. Да, для новичков. Не только по сторонам головами крутите, но и вниз поглядывайте. Это вам не карта. На реках, деревнях названий нет. Заблудиться расплюнуть. Запоминайте ориентиры. Одинокое дерево, избушка в лесу, изгиб реки. Если что, по ним обратную дорогу найдете. Всем все понятно. Свободны. Чем я такую честь заслужен? Приказ. А то нахрен ты бы не сдался на хвосте у тебя висеть. Что, боитесь сбегу? Да нет, ничего не боюсь. Ну, если надо будет, не промахнусь. Ну, что, долго там еще, а? Садитесь. Так. Кто идет в бой в первый раз? Цепко держитесь ваших ведущих. Они все опытные летчики. Держите строй. Старайтесь действовать в группе. Я хочу, чтоб вы выполнили задание и все вернулись живыми. Но помните, лучше смерть в бою, чем клеймо труса и позор предателя. По машинам. Есть, есть. Борька, зададим этим гадам жару. Ага. Пардон. Я. Спасибо. Не беспокойся, летчик неплохой. Суть чего прикроет. Петр Сергеевич. Удачи тебе. Приступаем. Спасибо. Вы что, в Бога верите? А вы нет? А вы нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Внимание, внимание, я колокол. 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 Первый раз расстрел, это не страшно. Да какой расстрел? Да вот так будет. Здравствуй, дом родной. Проходи, не стесняйся. Боец, чего тебе? Папиросы есть? Не, кончились. Понятно. Какие же мы с тобой идиоты-то, Ленька. Ой, ладно, не дрейфь. Не расстреляют же в самом деле. Что они могут? Могут, конечно, в летный штраф бат отправить. И будем летать с тобой задом наперед. О, спички есть? Нет, а что значит задом наперед? Стрелком на штурмовике. Ладно, Лень, хватит. Ты хоть знаешь, что это такое? Ну, они больше десяти вылетов не делают. Мастер шугает! Расстрел! Шутка. Еду решил вам принести. Ну, и шутки у тебя. Ты хоть знаешь, что мы по трибуналу идем? Да ну. Ну, да. Спички есть? Что, правда? Ну, извини. Не знал, что у вас так все серьезно. Ладно. Пойду я. Сандер ты. В первом вылету. Сандыр. Держи. Не заработал я. А я выпью. Земля тебе пухом, дорогой Сандыр. Ладно. Сандыр. Саня, я влюблечет. Так. Паша, Женька, старикоза, только… Маша, Женька, старикоза, только… Раз, раз, лела, двадцать два… Вот, уже… Так, Дементьева! Слушаю вас, товарищ капитан. У меня к тебе серьезный разговор, все свободны. Оставьте нас со старшим лейтенантом Дементьевой. Есть. Зря. Время тратишь. Это вы о чем? Ни привета, ни ответа. Твой Димочка давно уже другую нашел. Павел Алексеевич, я родителям пишу. Ага. Ну-ну. Слушай, я с тобой хотел посоветоваться, как с комсоргом. Да ты сядь, сядь. Я сейчас бумаги оформляю, Гришиной, на орден. Гришина, это прекрасно. Я считаю, она достойна и заслужила. Ну, вот и тебе пора. Тем более, командир полка приказал. Сразу и подам. А сегодня еще и фрица сбил. Ну, что скажешь? Не надо, Павел Алексеевич. Да что ж ты сразу ершишься? Я ж тебе добра жила. Я вот сегодня отправил бумаги в штаб на присвоение в ней очередного звания. Потом оформляю путевку в пансионат. Отдохнешь от войны, так сказать. И потом с новыми силами… Мне отдыха не надо. Я за орденом в очереди постою. Дементьев, это что, за мое хорошее отношение к тебе? Я ведь могу и по-другому. Павел Алексеевич. Разрешите? Извините, я, наверное, не вовремя. Так, я не понял. А ну, стой! Сержант, ко мне! Я не понял. А что мы делаем у женщин? Я к Евгении. К старшему лейтенанту Дементьевой. Ну, давай, выкладывай. Или это секретный разговор? Ну, какие у меня могут быть секреты от политотдела? Я хотел поблагодарить Евгению за то, что она месер у меня с хвоста сняла. Можно? Товарищ Евгений, я хочу вас поблагодарить. Вы настоящая Диана, богиня охоты. Это я вам. Спасибо. Только никакая я вам не богиня. Да. Интересно, как для себя друзей заводишь, Дементьева. В каком смысле? А ты хоть знаешь, кому глазки строишь? А ведь ты комсомолка. У тебя должно быть чутье на врагов народа. Знакомься, его высочество граф Иларион Бестужев. Осужден по статье «Измена Родине». Лагерная кличка – бес. Ты ведь из крестьян, а? Из крестьян. Вспомни, может кто-то из твоих родных горбатился на его высочество. Крепостными, дружок. Или сама в графине собралась? Товарищ капитан, ну, если ему машину доверили, это же не просто так. Значит, осознал, исправился. Ну, давай-давай-давай. Защищай врага народа. Защищай. Кстати, Демитриева, а почему ты сегодня вместе с Молодым приказ нарушила? Товарищ капитан, вы сами видели, какая там свалка была. Это трибунал, Демитриев. За что трибунал? За невыполнение боевого задания. Товарищ капитан, вы сами-то понимаете, что вы бред несете? Так, я что-то не понял. Тебе что, ваше высочество? В лагере ничему не научили? Так я могу научить. Сиятельство. Не понял. Графы Бестужевы носили титул «Сиятельных», если позволите. И вообще, это стыдно. Добиваться расположения девушки угрозы. Честно говоря, такие, как вы, на фронте, только мешают. А ну, пойдем. И что с того? Герой Испании. Может, уже вон там немцы обрадался? Я честно исполнял свой долг перед Родиной. А вот пока я фашистов сбил, такие как вы, только… Ну, ладно, ладно. Мы твою историю, Илья, знаем. Ты свободен, иди. Есть. Есть. Нет, ты слыхал? Он не признает руководящей роли партии на фронте, и не скрывает этого. Мало того, ведет антипартийную пропаганду. О, Дементьевый, уже все мозги ей закрутил. Чего ты к нему привязался, а? С первой минуты, как увидел. Потому что он смотрит на меня и улыбается. Понимаешь? Спокойно так. Смотрит и улыбается. А я не потерплю, чтобы на меня смотрели и улыбались. Столик людей погибло. Дело не в проворот. Задание мы провалили. Паша, что ты с ихними, а? Товарищ подполковник, командир полка штурмовиков прилетел. Товарищ подполковник, командир полка штурмовиков. Здравия желаю. Покажи мне этих гадов. Специально прилетел. Поглядите в глаза. Товарищ подполковник, командир полка штурмовиков. Приведи их. Есть. Маслов, Шугаев, на выход. Товарищ подполковник, младший лейтенант Шугаев по вашему приказанию прибыл. Товарищ подполковник, младший лейтенант Маслов по вашему приказанию прибыл. Глаза мне посмотри. Не могу, товарищ полковник, не можешь. Вы хоть знаете, каких вы ребят обробили? Коля Дунаев. 80 боевых. С начала войны на штурмовиках. Мы его заговоренным считали. Вася Потапов. Герой Советского Союза. Шамиль Муслимов. Сергей Прокопенко. Дима Попов. Золотые ребята были. А вы? Пойду провожу. Виталий Борисович. Ввести. Вы не волнуйтесь. Накажем обо всей строгости закона. Это как? Трибунал. Наверное, расстрел. Расстрел. Фух. Да вы с ума сошли? Этих пацанов под расстрел? Нет уж. Пусть лучше летают. И помнят, что должны. Я лично ходатайствовать буду. Ну, лучше им бомбы привяжи и пусть землю поковыряют. Может, умнее будут. Есть, товарищ полковник. Попей чуть-чуть. Давай, давай. Чуть-чуть. Нет? Ладно. Чай будешь? Нет, спасибо. Слушай, Мариша, ты у нас еще ни разу не уступала? Вот, надо номер, стихи прочитать. Вот, держи. Я тебе выбрала. Вот. Чего? Брата у нее убили. От матери сегодня письмо получила. Ясно. А ты Лариску попроси. Она же консерваторию закончила. А где Лариска? А они с девчонками бомбы вешают. Да, у самолетов. Лариса! Лар! Ой. Лара, поручай, надо сыграть на вечер и в субботу. Нет. У нас аккордеон есть. Какой аккордеон? Трофейный. Нет. Почему нет? Ну, ты же консерваторию закончила. Какой аккордеон? Какая консерватория? Я два года бомбы таскаю. Чем играть? Вот этим? Все. Я на обед. Ларис, стой. Лара! Товарищ капитан, а почему не поровну? Насколько наработал, настолько нулевое. Ага. Товарищ Сержин, вы ошиблись. Простите? Это офицерский стул. Младший командный состав находится вон там. Ага. Действительно перепутал. Спасибо, что напомнили, товарищ капитан. Сегодня погиб наш товарищ. Это был его первый боевой вылет. Прошу почтить память. Лейтенанта Сандыр, Карас… Даже запомнить не успел. Прошу садиться. Теперь следующее. В этом бою отличилась гвардия старший лейтенант Дементьева. Приказываю капитану Терентьеву оформить и отправить бумаги на медаль за боевые заслуги. Есть. Служу Советскому Союзу. Да сиди уже. Спасибо. Все, давайте ужинать. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Бордо, вижу бронебой! Так, 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 так... Бордо, прикрой, а за путь! Бабанник, отмазок! Музыка Бабанник, отмазок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Облучайте! Так точно, товарищ генерал. Бронепоезд, два склада, вражеская техника. О потере? У меня без потерь. Поздравляю. Конец связи. Спасибо, товарищ генерал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова